МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем телеканале начинается информационная программа новости дня. Я ее ведущий, Михаил Карин. Вот о чем готовы рассказать наши корреспонденты в этом выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МЧС в режиме повышенной готовности. Насколько безопасны дороги Оренбуржья? Сто килограмм снюса, как крупная партия опасной без табачной смеси оказалась в купе пассажирского поезда. Более 60 миллионов рублей на спортивные залы, за чей счет пройдет ремонт в школах региона. Умные остановки. Оценили ли оренбуржцы ноу-хау в миллионы рублей? Досрочно в плей-офф Евролиги. Чем запомнится игра оренбуржской надежды с итальянской Венецией? Начнем выпуск с актуальных новостей о погоде. Трассы области открыты для движения. В региональном ГИБДД сообщают, что ограничения сняты в связи с улучшением дорожной обстановки и улучшением видимости. Однако в режиме повышенной готовности продолжает работать областной МЧС. Уже развернуты пункты обогрева. Мобильный пункт обогрева развернуты в самых проблемных точках области. Это автодорога Оренбург-Орск, трассы в Кувандыкском и Гайском городских округах в районе города Медногорска. Кроме того, аэромобильная группировка Оренбургской области переведена в 30-минутную готовность. Всего же 6 стационарных и 2 мобильных пункта обогрева, а также 9 пунктов временного размещения. В них могут разместиться более 600 человек. Бригады дорожников также переведены на усиленный режим работы. Он продлится минимум до конца недели. В течение этого срока синоптики прогнозируют сохранение снегопада и гололедицу. Спасатели предупреждают водителей об опасностях на региональных и федеральных трассах и просят быть внимательнее. При сложных погодных условиях по возможности лучше не выезжать за пределы населенных пунктов. Дороги по мировым стандартам. В 2020 году Оренбургская область входит в число 10 пилотных регионов страны. По новой системе Superwave в Оренбурге должны появиться свыше 200 километров асфальтобетонного полотна. На эти цели планируется выделить порядка 3,5 миллиардов рублей. Об этом стало известно на семинаре общеотраслевого центра компетенции Росдорнии, который прошел в Оренбурге. Укладка полотна нового типа будет производиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Профильные специалисты отмечают, что новая система не должна привести к сильному удорожанию дорог. Самое главное, что система подразумевает адаптацию к конкретным климатическим условиям данного региона с учетом транспортной нагрузки и так далее. То есть это комплексная система проектирования асфальтобетона. Принципиально новая штука для Российской Федерации. Основное отличие новой системы – это увеличенный эксплуатационный срок. Полученный таким способом покрытие, по словам разработчиков, сможет сохранять рабочие свойства больше 20 лет. Это достигается за счет комплексного подхода на этапе проектирования. В лабораторных условиях будущее дорожное полотно проходит необходимые испытания. Это позволяет подобрать для каждого участка дороги уникальный состав асфальтобетонной смеси. Угрозы России минимальны. Опасность от выявленного в Китае нового коронавируса для России минимизирована. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. На всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль. А теперь к эпидемиологической обстановке в нашем регионе. Количество заболевших у РВИ растет. На карантин в Оренбурге закрыта школа. Почти 9 тысяч человек обратились за медицинской помощью. Это на 16,5% выше показателя предыдущей рабочей недели. Вирусы гриппа по данным Роспотребнадзора фиксируются в единичных случаях. Точные цифры санитарные врачи пока не называют. Чтобы остановить распространение ОРВИ в детских коллективах, полностью приостановлен образовательный процесс в одной из школ Солилецкого района. Частично в одном классе школы Беляевского района. Жителям области рекомендовано обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков респираторного заболевания. Не заниматься самолечением в связи с высокой опасностью развития тяжелых осложнений. На территорию Оренбуржья пытались ввести 100 килограмм снюса. Крупную партию бестабачной смеси задержали сотрудники пограничного управления ФСБ. Ведомстве сообщили, что опасное вещество обнаружено в одном из купе пассажирского поезда. Запрещенная продукция была обнаружена на железнодорожном пункте пропуска Елецк-1. До пресечения государственной границы были обследованы вагоны. В купе проводников сотрудники обнаружили так называемый снюс и жевательный табак на свай. Общий объем изъятой продукции составил больше 200 килограмм. Образцы веществ отправлены на экспертизу. После ее завершения будет принято процессуальное решение. Напомним, по всей России прокатилась волна отравлений школьников. Все они употребляли снюс – бестабачное вещество с огромным содержанием никотина. Подросток употребляет так называемые снюсы, в которых содержится доза никотина до 30-40 раз превышающая дозу в одной сигарете. Вы сами представляете, что может быть с подростком при отравлении. В Государственной Думе сейчас рассматривается законопроект о запрете всех никотиносодержащих смесей. В Оренбургской области введен запрет на продажу подобных веществ. Официальные ограничения вступят в силу 1 февраля. Вы смотрите «Новости дня». Вот что вас ждет далее. Более 60 миллионов рублей на спортивные залы. За чей счет пройдет ремонт в школах региона. Умные остановки. Оценили ли оренбуржцы ноу-хау в миллионы рублей. Досрочно в плей-офф Евролиги. Чем запомнится игра «Оренбургской надежды» с итальянской Венецией. Мы продолжаем говорить о новостях дня. 25 спортзалов отремонтируют в сельских школах Оренбуржья. На эти цели будет выделено больше 60 миллионов рублей. Все работы пройдут в рамках национального проекта «Образование». На ремонт сельских спортзалов из федерального бюджета направят более 8 миллионов рублей. Из областного – около 50 миллионов рублей. Из муниципальных – 6,7 миллионов. Главная задача – создание современных комфортных условий для школьников. 70% образовательных учреждений находятся в районах. В 1 сентября обновленные спортзалы должны открыться в Абдуринском, Гайском, Кувандыкском, Солилецком, Сорочинском городских округах. А также в Акбулакском, Бузулукском, Курманаевском, Ташлинском и в других районах. Всего 25 муниципалитетов. При проведении ремонтных работ планируют использовать современное спортивное травмобезопасное напольное покрытие с антибактериальной обработкой. Стены покроют антивандальной краской, установят современные осветительные приборы и новое спортивное оборудование. В душевых комнатах и туалетах также будут проведены ремонты с установкой нового инженерного оборудования. Вопросы строительства Дома культуры в Сорокташском районе не относятся к компетенции регионального министерства строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта. Официальный ответ с таким содержанием пришел в нашу редакцию. В наших выпусках мы не раз рассказывали о Доме культуры в селе Желтое. В 2016-м ураган оставил местные коллективы без крыши над головой. Уже через год артисты должны были получить новую сцену. Однако новоселье не могут отпраздновать до сих пор. Коллективы скромно расположились в кабинете местной администрации. При этом в новом здании готовы стены и крыша. Проведено электричество и отопление. Уже даже началась установка сцены. Но все работы замерли осенью 2017 года. То, что мы сейчас видим, это здание клуба. Было построено на собственные средства листа. Было затрачено 25 миллионов. В настоящее время с листом никто не рассчитался. В связи с чем приостановил стройку нашего клуба. За чей счет будет завершено строительство? И когда жители села Желтая получат столь долгожданный дом культуры? Наша редакция обратилась за разъяснением ситуации в профильные ведомства региона. Однако, по мнению Александра Полухина, Министерство строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта не отвечает за данный объект. Ответ от Министерства культуры Оренбургской области еще не получен. Мы продолжим следить за этой темой. Новый дом со старыми проблемами. В редакцию нашего телеканала обратились жители областного центра. В их доме уже три года протекает крыша. Масштабы коммунального бедствия от верхнего до первого этажа. Жилье на гарантии. Но ни застройщик, ни управляющая компания до сих пор не устранили дефект. Ольга Энгельс и Владислав Горбунов выехали на место. Все подробности далее. За три часа полуведра вода то течет, то капает, говорят жители дома по улице Центральной. И так почти каждый день. Вот сплю я ночью, слышу кап, 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 невозможно. Выхожу, полное ведро вылила, все вымыла, утром поставила. Вот с утра то, что вот за буквально три часа успела набраться полуведра воды. Но эти тряпки бесконечно с работы прихожили. Лужи сюда течет, лужи сюда под ноги. Поэтому я постоянно это тру, мою, убираю. Но это невозможно так же. Светлана здесь купила квартиру около года назад. Прежние хозяева не упомянули о том, что в доме ненадежная крыша. Постоянные протечки, огромные лужи стали полной неожиданностью. Вот сейчас чуть-чуть видно, вот мокренькое оттуда идет, с той стороны. Тоже вот пятна были. Это все мы зарисовали, потому что просто пятна, пятна и пятна. Вот потолки везде натянуты. А летом вода стекала в люстру и образовывалась вот эта вот лужа. Капала все на пол. Соседка Валентина Митрошина получила квартиру в доме взамен ветхого жилья. Но новое оказалось не намного лучше. Вода протекает до первого этажа. Вот этот кафель вот так вот был мокрый. И она дальше не пошла, а пошла по стояку туда вниз к соседям. Вот они ко мне прибежали и говорят, что случилось? Я говорю, ну что случилось? Вот потолок течет. По словам жителей, десятки жалоб в различные инстанции результатов не дают. Люди уже четвертый год не могут добиться справедливости. Мы решили обратиться в управляющую компанию. Там о ситуации знают. При виде телекамер пообещали решить проблему. Там, насколько я знаю, там чистят крышу. Я не полна 69-й. Для того, чтобы не текло. Ну вот мы сейчас там были. Там прямо вот. Ну чем течет? Ну я понимаю, там на сегодняшний день крышу чистят. Вот у нас эти дома находятся на гарантии. Это управление строительством и дорожного хозяйства. Летом они будут устранять. А сейчас мы принимаем временные меры. Дом 36 по улице Центральной построен в 2016-м. Тогда же, по словам жильцов, появились первые протечки. До 2021-го года дом находится на гарантии. Но компания-застройщик ООО «Амелия» признана банкротом. Люди опасаются, что за оставшееся время на их проблему никто не обратит внимания. И тогда со своей бедой они останутся один на один. Жители уже готовы обратиться в суд. Мы продолжим следить за ситуацией. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов. Новости дня. Если вы попали в ситуацию, которая требует огласки, журналисты ОРТ готовы выслушать и помочь. О своей проблеме можно рассказать по телефону горячей линии по номеру 8 800 257 00. Звонок бесплатный. В областном центре появилось 9 умных остановок. Всего же их будет 11. Такую цель поставили в администрации Оренбурга. Одна из задач современных павильонов – комфортное ожидание общественного транспорта. Скородать время помогают дополнительные функции. Установка таких конструкций обходится бюджету в миллионы рублей. Оценили ли оренбуржцы новые павильоны? Смотрите далее. Москва, Нижний Новгород, Уфа, Челябинск, Оренбург. Умные остановки завоевывают всю Россию. В областном центре установка современных остановочных павильонов началась в прошлом году. Умные остановки – целое интерактивное устройство, оборудовано дополнительными функциями. Отличительная черта – вот такие информационные табло. Правда, работают пока в тестовом режиме. Здесь есть кнопка экстренного вызова. Проверять ее мы не будем. А также есть звуковой информатор. Нажимаем. Автобус 21. Следующие от остановки «Армада-2» до остановки 10 в микрорайон. Алексей предпочитает передвигаться пешком. Признается, сегодня он впервые подошел к умной остановке. Из всех предоставляемых функций воспользовался только подзарядкой телефона. Для молодежи функции зарядки, чтобы не бегали, не спрашивали, дайте позвонить. Умные остановки уже установили на улицах Чкалова и Маршала Жукова, а также на проспекте Гагарина. Остановка молодежная. Именно она появилась первой в городе. Больше всего привлекает внимание яркий экран. Но ажиотаж оренбуржцев вокруг него не наблюдается. Большинство жителей просто не знают, как им пользоваться. Молодежь сейчас ездит на автомобилях в основном. Ну, а пенсионерам это ни к чему. С нашим менталитетом населения они его угробят в ближайшее время. Некоторые пенсионеры даже в телефоне озаботься не могут. Это не только в этих умных остановках. Ну, если вышел ты на улицу, тебе делать нечего, пришел в умную остановку, воткнул телефон и сидишь, играешься. А вы как-то что? Все. Больше там никаких функций я не видел полезных. Карта не интерактивная, бумажная, с местом обозначения, где сейчас находитесь. Время прибытия транспорта – вещь удобная. Но на табло она отображается некорректно. За полчаса нашего пребывания на точке несколько раз автобусы приходили раньше указанного времени на экране. Да и отображается график следования только муниципального транспорта. Табло на остановке Туркестанское, что на маршруте Жуково, вовсе пустое. Понять, курсируют ли здесь автобусы или троллейбусы, например, гостью города, придется с трудом. Тем временем в соцсетях оренбуржцы активно обсуждают новичков на городских улицах. Табло показывает движение только нескольких маршрутов. Единственный плюс – это красота, что вряд ли надолго. И возможность зарядить телефон. А так очередное вложение денег в никуда. У меня всего один вопрос. Зачем они нужны? Максимум на остановке днем стоишь минут 10. И то, если что-то конкретное, редкоходящее ждешь. Не готовы Россия к технологиям и красоте. А вот вандалы уже оценили. Опасения оренбуржцев в том числе и по поводу состояния остановок понятны. В Ижевске хулиганы разбивают экраны. В Удмуртии разрисовывают баллончиками с краской. Не исключением становится и Оренбург. Спустя несколько дней после установки новых комплексов они также подвергаются испытанию краской. Помогут ли установить нарушителей камеры видеонаблюдения? Поскольку обошлись бюджету умные остановки? А также почему их установкой заинтересовалась прокуратура? Обо всем этом смотрите уже в это воскресенье в программе «Итоги недели». Наталья Мороз, Владислав Горбунов. Новости дня. И в заключении выпуска о новостях дня из мира спорта. Баскетболистки Оренбургской Надежды в плей-офф Евролиги. Выиграв в Венеции, наша команда досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира. Дома в ноябре Надежда уверенно обыгрывает итальянскую команду. Сейчас же открытие прошлого сезона Венеции борется за попадание в Кубок Европы. И не планирует потерю очков в домашнем матче. На площадке упорная борьба, но класс российского клуба выше, и Надежда ведет плюс 11 перед последней четвертью, в которой хозяйки предпринимают погоню. Нужно заметить, что в этой встрече реализация бросков у Оренбуржина хромает у всех, кроме Эрики Виллер. Американка показывает блестящую игру, забивает пять из шести дальних бросков, а всего набирает 27 очков. За полминуты до финальной сирены счет равный 61-61. На решающие действия гости выводят Тернер, и та оставляет неудел всю оборону Венеции. Итальянки в свои последние атаки промахиваются, табло фиксирует победу российского клуба 63-61. За три тура до финиша группового этапа Надежда обеспечивает себе место в первой четверке. Такими были новости к этому часу. Смотрите наш телеканал и будьте в курсе последних событий. Я напоминаю, вернуться к обзору новостей вы всегда можете на нашем официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин